Житель Серпухова передал свой личный автомобиль в зону СВО. Сегодня на встречу с военнослужащими СВО и воспитанниками военно-патриотического центра «Маргеловец» заместитель главы администрации Татьяна Орлова поблагодарила Серпуховича за помощь бойцам. Серебристая «Волга» отправится в зону СВО в распоряжении 136-го гвардейского разведывательного батальона. Это помощь от Серпуховича Валентина Карельского. От лица администрации городского округа Серпухов неравнодушного жителя поблагодарила заместитель главы администрации Татьяна Орлова. Я знаю, что нашим ребятам очень нужны любая помощь. И, конечно, транспортные средства всегда в приоритете. Спасибо вам огромное. Будем надеяться, что нашим ребятам в помощь вводит наш автомобиль. Спасибо. Военнослужащие Никита и Евгений находятся в краткосрочном отпуске, но уже скоро им предстоит вернуться в зону СВО. Вместе с ними отправится и «Волга». Бойцы передали Серпуховичу благодарственное письмо от своего руководства. Это вам. От нас. Все. Спасибо. Валентин Карельский считает, что его «Волга» нужнее на передовой. Он обратился в единый центр поддержки военнослужащих и членов их семей. Именно там смогли через родных военнослужащих выйти на батальон, которому как раз нужен автомобиль для выполнения боевых задач. По самой жиже после дождей она не проедет. Но по дороге она еще погоняет. 93 тысячи километров. Только она еще поездит. Еще столько же проедет. Сегодня на встречу с военнослужащими также пришли курсанты военно-патриотического центра «Маргеловец», для которых было большой честью пожать руку настоящим героям. Руководитель единого центра поддержки военнослужащих и членов их семей Лидия Халычева рассказала о том, какая работа в Серпухове ведется по сбору гуманитарной помощи для бойцов на передовой. В завершении встречи заместитель главы администрации Татьяна Орлова пожелала бойцам скорейшего возвращения с победой.